МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу. О главных новостях к этому часу вам расскажут мои коллеги. И я, Александр Новиков. Здравствуйте. Верховный суд РФ оставил в силе решение Брянского областного суда по иску прокурора о лишении депутатов Брянского городского совета ежемесячных выплат. Народные избранники назначили себе по 30 тысяч в месяц на осуществление депутатской деятельности. Эта сумма была установлена вне зависимости от фактически понесенных расходов. Прокуратура указывала на недопустимость этого, тем более в условиях дотационности бюджета города Брянска. Брянский областной суд согласился с позицией прокуратуры и признал эти положения недействующими со дня вступления в силу решения суда. Указанное решение оставлено в силе и Верховным судом. С сегодняшнего дня решение суда вступило в законную силу. Выплата указанных доплат должна быть прекращена. Первый на Брянщине памятник защитникам рубежей появится в областном центре к столетию со дня образования пограничных органов. Это произойдет в 2018-м. В основании будущего мемориала в сквере Лесные сараи в торжественной обстановке заложили первый камень. Весьма символично, что закладка памятника воинам-пограничникам прошла 22 июня в День памяти и скорби, в день 75-летия с начала Великой Отечественной войны. Именно защитники рубежей одними из первых приняли удар немецко-фашистского вторжения. Инициаторами установки монумента выступили брянские ветераны-пограничники. На общем собрании нашей ветеранской организации было принято окончательное решение, несмотря на все невзгоды, кризисы и прочее-прочее, к столетию со дня образования пограничных войск, то есть к 28 мая 2018 года, создать здесь, в городе Брянске, памятник ветеранам-пограничникам всех поколений. В память об их подвиге, об их заслугах. Власти поддержали инициативу ветеранов и выделили участок в сквере «Лесные сараи» в центре Брянска, недалеко от пограничного управления ФСБ. Пограничники достойны, чтобы память об их ранном труде по защите и охране государства и границы была заключена в граждане и границе. Память к пограничникам станет местом встречи. Великанам-пограничникам ритуальной площадкой для проведения патриотечных мероприятий. Сегодня мы накрываем над руками на нашей Брянской земле, которая исполнил веку и еще, наверное, команда Брянска. Это была та земля, тот фактор, который защищал Афонсия Брянска. Наша земля Брянска была проранична. Сюда под щитом. Участники митинга «Минуты молчания» почтили память защитников рубежей, положивших свою жизнь за отечество. Красные гвоздики легли к подножию закладного камня. Священник Михаил совершил чин освящения мемориала. Первые проекты памятника уже поступают в ветеранскую организацию пограничников. Каким будет мемориал, станет известно по итогам конкурсного отбора лучших работ художников и скульпторов. Ветераны-пограничники просят всех неравнодушных граждан помочь в установке памятника. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов, События, Брянск. Попытку ввоза боевых гранат в Россию предотвратили брянские пограничники. В пункте пропуска Троебортное в ходе досмотра рейсового автобуса, который следовал из Украины в Москву, в багажном отделении среди вещей были обнаружены две гранаты Ф-1 и одна граната РГД-5, а также запалы к ним. Из 63 пассажиров и двух водителей автобуса был установлен организатор контрабанды боеприпасов. Возбуждено уголовное дело, которое может обернуться семью годами тюрьмы. С какой целью и кому мужчина вез гранаты, предстоит выяснить следствию. ЕГЭ позади. На Брянщине стартовала волна выпускных баллов для медалистов. 23 июня возле памятника Тючев участвовали медалистов советского района. В этот же день свои награды в ДК Медведева получали 110 отличников бежицы. Сегодня их встречают громкими аплодисментами. Гордость учителей и родителей. Те, кто показал высокие результаты не только по итогам единого госэкзамена, но и на всевозможных районных, областных и даже всероссийских олимпиадах. Обладателями долгожданных медалей за особые успехи в учении стали 110 выпускников бежицкого района. Радость переполняет. Очень ждала этого момента. Трудилась все годы и очень рада. Сегодня я рада, что получила медаль и, конечно, волнуюсь, потому что ждали 11 лет эту награду. 11 лет учиться только на отлично – это тяжелый труд. Учебники, конспекты и ЕГЭ уже за спиной. В руках медаль и аттестат с отличием. Сегодня родители не скрывают слез и волнения. А уже вчерашние школьники делятся планами на будущее. Кто-то останется в родном Брянске, а кто-то отправится покорять столичные вузы. Сергей Середа – гордость 5-й гимназии. С выбором вуза выпускник уже определился. Сергей рассчитывает, что высокие баллы по ЕГЭ помогут ему поступить в высшую школу экономики. Медаль для выпускника, как еще одна, но особенная пятерка. Приятная награда за проведенные часы над учебниками. Конечно, приятно получить медаль, только когда трудился, старался. И когда оцениваются мои все труды, то есть приятно. Какие у вас сегодня чувства? Первое – это чувство радости, конечно. А второе – это чувство гордости. И, конечно, немножко грусти есть в этом плане, что все закончилось. Шли-шли-шли, дошли до определенной ступени, и теперь все закончилось. Но впереди открыты все дороги. И я думаю, то, что ребенку дала школа за 11 лет нашего обучения, она дала ему возможность дальнейшего продвижения по жизни. В этот день с напутственным словом к выпускникам обратились представители власти, родители и педагоги. Медаль за особые успехи в учении – это награда за отличные знания, за упорный труд, за ответственное отношение к своему делу. Мы очень надеемся, и мы даже уверены в том, что то разумное, доброе, вечное, которое дала вам школа, вы обязательно пронесете в своем сердце. Творите, верьте и дерзайте. У вас обязательно все получится. Мы вас верим. Расставаться с партами выпускникам приходится ненадолго. Приемные комиссии вузов уже начали работу и ждут будущих выпускников. Кристина Протхилова, Владимир Шалобода, События Брянск. Сотрудники МЧС провели рейд по частным домам, где проживают граждане группы РИСКО. Специалисты осмотрели состояние проводки, расположение топительных приборов, дали жильцам памятки о пожарной безопасности. В этом доме шумные кампании, и алкоголь не редкость, а значит риск возникновения пожара очень высок. Причем пострадать от последствий могут не только сами виновники, но и законопослушные соседи. Ведь в летний период пламя быстро переходит с одного дома на другой. В аварийном состоянии электрические провода могут привести к возникновению пожара. Инспектор осматривает газовую плит и просит не захламлять пространство перед отопительным котлом, смотрит состояние проводки. Затем выдает жильцу памятку, в которой прописаны все меры предосторожности. Рейд проводился с целью проведения противопожарного инструктажа граждан, входящих в группу РИСКО. Они состоят на учете в отделе надзорной действий профилактической работы по городу Брянску. Есть список граждан группы РИСКО, которые состоят. Ежегодно списки граждан группы РИСКО корректируются. А в этом доме инспектор сделал сразу несколько замечаний. Оплавленные розетки, мусор возле котла, проблемы с проводкой. Все это необходимо устранить в ближайшее время. Евгения Павлюкова, Александр Егоров, События Брянск. В Кокино, Выгонеческого района, из водоема подняли тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в управлении МЧС. Водолазы обнаружили утопленника в необорудованном для купания месте и вытащили тело на берег. Как оказалось, погибший студент второго курса аграрного университета. Причины его гибели и обстоятельства трагедии сейчас выясняются. В областном госпитале для ветеранов войн прошли показательные пожарно-тактические учения с эвакуацией персонала и больных. Были отработаны практические действия по тушению пожаров и спасению людей на объектах здравоохранения. Проведена работа со средствами спасения людей с высоты, которые имеются на вооружении Брянского пожарно-спасательного гарнизона. Согласно тактическому замыслу, в здании госпиталя произошло возгорание. В ходе учения была проверена пожарная сигнализация, первоочередные действия персонала больницы по эвакуации больных. По сигналу на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны. В ходе тренировки отработана работа звена газодымозащитной службы с проведением разведки места пожара и поиском пострадавших. Осуществлено спасение и эвакуация больных с пятого этажа госпиталя, боевое развертывание и подача стволов на тушение пожара в здании. По завершению учений действия специальных служб получили высокую оценку. В преддверии Дня молодежи студенты Брянского госуниверситета и молодые специалисты налоговых органов напомнили о важности платить налоги. Флэшмоб «Налоги. Наше достойное будущее», организованное совместно с Налоговым управлением области, прошел на Театральной площади в Брянске. Участники акции исполнили песню «Я, ты, он, она, вместе, целая страна» с собственным текстом о долге каждого гражданина платить налоги в бюджет. Подобные акции призваны в очередной раз напомнить о своевременной уплате налогов. Флэшмоб не оставил равнодушных среди прохожих, которые по окончании представления получили красные воздушные шары. Возможно, для многих они станут ярким напоминанием о налоговой ответственности. Вопросы уплаты поступлений в бюджет налогов сегодня достаточно значимы. Это связано, конечно, и с тем, что налоги идут у нас на развитие нашего общества, на решение социальных проблем, на строительство дорог, на обучение в школах бесплатно, ну и много прочее, что мы сегодня имеем бесплатно от нашего государства. Я надеюсь, сегодняшний флэшмоб даст возможность увеличить количество клиентов в личном комбинете Федеральной налоговой службы, на сайте Федеральной налоговой службы наших брянцев. «Ростелеком» предлагает формат телевидения, доступный и удобный для каждого. В чем преимущество нового тарифного плана и что нужно для подключения, расскажет наш корреспондент Екатерина Зойдина. До 40 телевизионных каналов, управление просмотром, караоке, родительский контроль, видеопрокат и другие дополнительные сервисы. Новый тарифный план «Легкий 2.0» говорит сам за себя. Никаких сложных подключений, все просто, доступно и понятно. Абоненту не придется прокладывать дополнительные провода в квартире. Эту миниатюрную приставку можно подключить самостоятельно, беспроводным способом. Нужен лишь доступ в интернет со скоростью от 3 Мбит в секунду. Освоить управление этим устройством проще простого. Интерактивное телевидение «Легкий 2.0». Телевидение, которое работает везде, где есть интернет, от любого провайдера. Сейчас мы предлагаем не менее уникальное предложение. Специальный тарифный план «Легкий 2.0». Суть плана в том, что заплатив единовременно 1000 рублей, клиент получает до 40 каналов на постоянной основе и без дополнительной платы. Лето – это время поездок и путешествий. Куда бы вы ни отправились, всегда можно взять приставку с собой. Телевидение и кино будут рядом с привычными дополнительными сервисами и системой управления. С помощью новой ТВ-приставки качественный телевизионный контент доступен в любом месте, где есть интернет. Приставка работает по всей территории страны. Заказать это удобное ТВ-устройство можно на сайте компании или в розничной сети «Ростелеком» и в других торговых сетях. Екатерина Зойдина. События. Брянск. Сколько весили доспехи русских дружинников? Какое оружие пробивало кольчугу? И для чего служил бородатый топор? Ответы на эти вопросы можно узнать, посетив выставку «Мир Древней Руси». Исторический клуб «Кветунь» собрал довольно интересную экспозицию. Предметы исторически достоверные и знакомят с жизнью славянских племен 9-11 веков. Вот так выглядел дружинник в 9 веке. Все князья окружали себя отрядами воинов-профессионалов. Этнический состав дружин не отличался однородностью. Здесь были поляки, венгры, финны, тюрки, скандинавы. В Европе их называли викинги, а на Руси – варяги. Это были действительно лихие люди, поскольку на своих кораблях они пересекали моря, океаны. Есть свидетельствование, что скандинавы побывали даже на территории Северной Америки, то есть на острове Нефауленд в частности. Освоили Гренландию, Исландию. Благодаря викингам на Руси появились вот такие двуручные секиры или бродоксы, то есть бородатые топоры. В морских битвах ими притягивались суда друг к другу. А у славян скандинавы позаимствовали многие элементы одежды, к примеру, экзотические шаровары. Боевому снаряжению дружинников на выставке отведен целый раздел. Такие кольчуги, несмотря на существенный вес 7-8 килограммов, не сковывали движение и часто спасали от смертельных ударов противника. Она защищала, прежде всего, изначально, конечно, от различных вариантов рубящего удара. То есть, возьмем тяжелый нож, положим мою руку. Все нормально. Но колющий, наверное, все-таки не проходил вариант. Да, естественно, колющий удар, топьем, либо стрелой, он мог четко закончить жизнь воина. Выставка «Мир Древней Руси» знакомит не только с костюмами и вооружением, но и с бытом славянских племен. Вот прародители современных настольных игр. Тавлей – аналог нынешних шахмат, так как главная задача игрока – убить короля соперника. В древности тоже играли в крестики и нолики. В X веке эта игра называлась «мельница» и выглядела именно так. Правда, реконструкторы не уверены, что фигуры делались из стекла. Вероятнее всего, это были каменные фишки. Откуда брались знания? Ведь мы с вами, люди современные, мы привыкли знания черпать из различных источников. А в те времена даже знания о счете они передавались в ходе игр. У нас представлена была такая интересная серия настольных игр, которые позволяют нам прикоснуться к образу мышления предков. Выставка даёт возможность прикоснуться и к культуре древних славян. Эти гусли, воссозданные мастером исторического клуба Дмитрием Соломатином, точные копии находок, обнаруженных на территории Великого Новгорода. Известно, что играли на них исключительно профессиональные музыканты и слагали под музыку былины или, как они назывались, старины. Но если гусли сегодня можно встретить у северных народов, то другой древний инструмент гудок звучит только в музейных залах. То есть здесь хитрость игры, что у нас одна струна всё равно не задействована. То есть мы играем только на двух крайних струнах. Последний такой случай, когда видели достоверно вживую игравшего человека, это связано с Брянском. Это было задолго до Великой Отечественной войны. То есть этнограф случайно видел на одной из наших площадей человека, который играл на гудке. К сожалению, не смог с ним встретиться тот вот в перипетии войных лет. На выставке можно увидеть и другие находки, связанные с Брянской землёй. Кроме того, все желающие могут научиться играть в древние настольные игры, плести кольчугу и даже постичь забытое искусство. Из расплавленного стекла сделать бусы и кулоны. Выставка «Мир Древней Руси» будет работать в городском выставочном зале до 10 июля. Время работы с 10 утра до 7 вечера. Елена Бочкарёва, Владимир Шалободов. События. Брянск. В Брянске проходит всероссийский турнир по комплексному единоборству на Кубок полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Участие в нём принимают больше 80 спортсменов разных весовых категорий. К концу турнира они должны поделить между собой 16 комплектов наград. Побывала на торжественном открытии состязаний и увидела первые схватки Светлана Маркелова. 82 участника – кандидаты и мастера спорта из десятка регионов и республик. В основном силовики, полицейские, приставы, спасатели. Комплексное единоборство – вот уже несколько лет часть боевой и спецподготовки. Сочетая в себе приёмы боксёрской и борцовской техник, культивируется в России с 2003 года. Комплексное единоборство – это спорт военного назначения. В первую очередь, конечно, это служебно-преподная подготовка. Но и для наиболее подготовленных спортсменов это стимул стать мастером спорта или мастером спорта международного класса. На Брянской земле турниры подобного типа проходят регулярно. Правда, накануне Всероссийского дня партизан и подпольщиков, да ещё в День памяти и скорби – впервые. Спортсменов, решительно настроенных на победу в честь павших героев, поприветствовали губернатор Брянской области и помощник полпреда в ЦФО. Желаю всем участникам, достижений, ярких побед, честного судейства, а зрителям, которые сюда пришли, радости и понимания того, что перед вами выступают настоящие защитники нашего Отечества. Я уверен, что проведение турнира такого ранга на нашей Брянской земле даст новый импульс, новый толчок для развития массового вида спорта. Ну и, конечно же, послужит хорошей пропагандой здорового образа жизни для нашей молодёжи. Возложенные на них надежды участники не только оправдали, но и превзошли. Неожиданной развязкой завершились уже первые бои. Представитель сборной судебных приставов отправил соперников в тяжёлый нокаут на второй минуте боя. Приводить спортсменов чувства пришлось медикам. В общей сложности за три дня участники турнира разыграют 16 комплектов наград. На значительную часть из них рассчитывают подопечные известного брянский тренера Виктора Черкова. В этом году мы выставляем команду побольше. 10 человек, среди них две девочки. Но рассчитывают все на победу. Мы представляем смешанное единоборство. Просто мы выступаем за Брянска и помогаем выступить, чтобы успешнее победить иногородних ребят. Подведение итогов всероссийских состязаний намечено на пятницу, 24 июня. Торжественная церемония закрытия турнира пройдёт в Доме спорта «Локомотив». Светлана Маркелова, Владимир Шалободов. События. Брянск. Футбольная команда «Динамо-Брянск» отправилась в Крым. В Евпатории сине-белые проведут предсезонный тренировочный сбор. Как рассказал главный тренер «Динамо» Юрий Быков, в команде начался просмотр новичков. Планируется приезд некоторых футболистов прямо в Крым. Команда ищет центральных защитников и игрока в опорную зону. Добавим, что в Евпатории у «Динамо» запланированы четыре контрольные игры. И последнее. Очередная болотная черепаха, попавшая в трудную жизненную ситуацию, стала обитателем пруда на центральной усадьбе заповедника «Брянский лес». За последние три года это уже пятая болотная черепаха, нашедшая приют в заповедных водах. Болотную черепаху передала жительница Брянска. К ней животное попало от знакомых, которые уезжали в другой город и предпочли отдать черепаху в добрые руки. Но все же городская квартира не самое лучшее место для жизни болотных черепах. Европейская болотная черепаха – это редкий вид. Она занесена в Красную книгу Брянской области. Доподлинно известно ее обитание лишь в пяти районах нашего региона. Болотная черепаха быстро плавает, хорошо ныряет, может долго находиться под водой. За сезон взрослая особь обычно успевает отложить одну кладку яиц. Это была последняя информация выпуска. Мне осталось только напомнить, что наш сайт обновился. Губерния.тв – его адрес прежний. Заходите принимать участие в наших опросах. Всего вам доброго, хороших новостей. До встречи.